Я просто хочу напомнить нашим слушателям по поводу всяких терминов, что одна из моих любимых историй, как одна французская газета, писала о политическом проходинце и авантюристе Наполеоне Бонапарте, который в свое время, после, соответственно, поражения и после того, как он был направлен на остров Эльба, он высадился в бухте Жуан и пошел на Париж. То, что во Франции, 100 дней, начало 100 дней, то, что во Франции называют в учебнике Франции «Полет Орла». Только одна и та же газета. Это по поводу терминов. Такие заголовки помню наизусть, потому что любимая история про историю. Первый заголовок. «Корсиканское чудовище высадилось в бухте Жуан». На следующий день заголовок. В той же газете. «Людоед идет к Грассу». Следующий заголовок. «Узурпатор взял Леон». Следующий заголовок. «Бонапарт подошел к Греноблю». Следующий заголовок. «Наполеон приближается к Фонтенебло». И последний заголовок. «Его величество император ожидается сегодня в своем верноподданнейшем Париже». Это к вопросу. Политический проходимец, потом авантюрист, потом, ну, подождем. Может, действительно, Заларькин что-нибудь скажет? Ну, как-то прям вот очень быстро ведь меняются эти градации. Очень быстро меняется за последние два года. За последние два года вообще очень быстро идет развитие. Вот народ говорит, вот вышла молодежь там на 26 марта, и Кремль сполошился. Не на то сполошился Кремль. Потому что, на мой взгляд, потому что 26 марта это единичный случай, когда можно было многим выйти и похулиганить. По приколу. Но мы смотрим другое. Посмотрите на фотографии этих штабов, которые открывает Навальный в провинции. В глубоко депрессивных политических районах, где есть губернатор, 80% за Путина, 75% за Единой России и так далее. Значит, люди идут работать в этот штаб. Молодые ребята. Первое. Стоят в очереди. Первое. Нет, не это главное. Они идут, зная, что их фотографируют и снимают МВД и ФСБ. Они идут за тем, чтобы попасть в эти самые папки, фишки и так далее, фишки, да, так называемые. Они идут, зная, что их возьмут на карандаш, у них будет неприятность. Они не боятся. Это не по приколу уже. Это не разовая история. Второе. Они идут туда работать. Понятно, что полтора года они будут работать, а их будут давить. Они это знают, они идут. И они все, почти все, это люди 25, 18, 25, ну, 30. Масса. Есть там и пожилые, конечно, и так далее. То есть вот где надо смотреть, что вот это поколение постсоветское уже, даже родившееся уже после Советского Союза, даже не жившее, не девушка, родившееся после Советского Союза, они уже не по приколу. Вот там в Кемерово, в Ростов-Дон, Уфа, там, где всегда голосую, значит, правильно, единым блоком. Да, и это те же люди, которые, такие же люди, которые выкладывают там свои, например, препирательства с училками. Совершенно верно. Все эти не боятся этого дела. Вот это новое. А не то, что вышли, покидались кроссовками и разбежали. То есть новое, что они не боятся. Да. Несколько минут, еще небольшого перерыва в программе «Особый».